Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta Cum Yey. И в этом обзоре я рассмотрю с вами швейцарские часы Invicta из коллекции Reserve Venom. Модель имеет свойственные характерные формы для часов из этой коллекции. Часы крупные, тяжелые. Диаметр корпуса составляет 52 мм. В толщину 18 мм корпус и браслет сделаны из позолоченной нержавеющей стали. Давайте осматривать модель со всех сторон. Браслет по центральным звеньям, вот как чешуя сделан. Застежка раскладная с фиксатором. Классическая для Invicta. На застежке сейчас пленочка, вы можете видеть. Давайте я покажу, как она открывается. На этой части застежки Invicta немножко на позолоте сэкономила. Давайте посмотрим на кнопки хронографа и заводную головку. Они крупные, агрессивные и имеют свойственные формы для часов Invicta из коллекции Reserve Venom. Кнопки и заводная головка завинчиваются, что предусмотрено для лучшей герметичности корпуса. Это профессиональная дайверская модель, ее водозащита составляет 1000 метров. Также давайте посмотрим на заднюю крышку часов. Здесь можно видеть логотип Invicta, коллекция подписана Venom. И практически все характеристики выписаны на задней крышечке часов. Давайте я примерю модель на свою руку. Запас браслета позволяет мне вдеть часы через кулак. У меня запястье 18 см в обхвате. Вот так часы смотрятся на моей руке. И, несмотря на крупный размер, мне нравится, как модель сидит на моем запястье. И давайте я расскажу о функционале. Значит, начнем с кольца безеля. Вот оно. На нем есть минутная разметка. От 0 до 20 минут. Поминутная детальная разметка. И далее с интервалом в 5 минут. Безель вращается только против часовой стрелки. Вот с таким хрустом. И для того, чтобы им воспользоваться, нужно поставить отметку 0 безеля напротив минутной стрелки. Вот я это сделал. И, допустим, нам нужно зафиксировать 50 минут. Это здесь, на безеле. Когда минутная стрелка с нуля покажет на 50 минут, соответственно, прошел этот интервал времени. То есть, безель смещает минутную шкалу. Стекло в часах очень толстое, выпуклое. Оно закаленное, сделанное по запатентованной технологии Flame Fusion от Invicta. По прочности оно не уступает сапфировому. Циферблат текстурирован глубокого синего цвета. Очень красивый. Отлично сочетается с золотым цветом корпуса. В верхней части циферблата у нас дни недели в ретроградной шкале. И в нижней части циферблата большая дата. Циферблат очень хорошо читается, несмотря на наличие большого количества функций. Здесь крупные стрелки, метки часов. И стрелки покрыты люминесцентным составом, который накапливает энергию и светится в темноте. В часах применяется секундомер-хронограф, который состоит из счетчиков. Левый верхний маленький циферблат это 30 минут. Большая секундная стрелка это 60 секунд. И правый верхний маленький циферблат это 1 десятая секунды. Для запуска хронографа нужно нажать верхнюю кнопку. Вот я предварительно вывинтил кнопочку. Давайте я то же самое сделаю с нижней. Для остановки хронографа нужно нажать верхнюю кнопку. Вот я это сделал. И давайте снимем показания. С момента запуска хронографа прошло 0 минут, показывает левый верхний маленький циферблат. 12 секунд показывает большая секундная стрелка. И 0,7 секунды показывает правый верхний маленький циферблат. Для обнуления показаний я нажимаю нижнюю кнопку. В маленьком нижнем циферблате идет основная секундная стрелка часов. В нижней части циферблата вы можете видеть надпись WISMADE, которая говорит о швейцарском происхождении механизма и самих часов. Заводная головка также завинчивается. В первом положении меняем дату. Во втором положении заводной головки по часовой стрелке устанавливаем время. И на этом функционал часов закончился. Давайте я вот так издалека вам немножко модель покажу. Сейчас камера привыкнет к новому расстоянию и сфокусируется на часах. Вот такая яркая модель для ценителей крупных тяжелых аксессуаров. Я считаю, это повседневные часы. Причем некоторые одевают эту модель даже под деловой стиль. И я скажу вам, это достаточно неплохо смотрится. Все, конечно, на вкус и цвет, но реально эти часы можно одевать практически под любой стиль одежды. На этом закончу обзор. Спасибо за то, что его посмотрели. Надеюсь, он был для вас полезным. Всем хорошего дня. Пока!